О чем важно знать сегодня, расскажет команда проекта «Наше время». Здравствуйте! Сегодня мы акцентируем ваше внимание на таких событиях. В день Европы Киев посетила глава Европарламента. Роберто Мецола пообещала усилить поддержку Украины и содействовать евроинтеграции страны. Европейский парламент будет помогать Украине всеми возможными способами двигаться вперед по европейскому пути. Союзники разрабатывают план послевоенного восстановления Украины. Как объединить усилия партнеров, обсудили на международном саммите в Киеве. Я прошу вас и надали. Я прошу вас и в дальнейшем наращивать сотрудничество между всеми нами в Европе, между нашими странами, нашими общинами. Характер боев на передовой скоро изменится. Уже в июне ВСУ получат первую партию артиллерийских снарядов по чешской инициативе. Это не меньше 180 тысяч боеприпасов. Мы не можем поддерживать Украину финансами, но мы можем предоставить технологии, боеприпасы, вооружение, советы, разведку, рабочую силу. Сигнал для России. Литва провела совместные с НАТО учения и впервые использовала Хаймарс как сдерживающий фактор агрессии Москвы. День Европы сегодня отмечает Украина уже во второй раз. Год назад указ об установлении праздника 9 мая подписал президент Владимир Зеленский. Украина – это Европа и географически, и ценностно. Быть свободными, быть европейцами – это выбор украинцев, и его сегодня ВСУ отстаивают с оружием в руках, отметил лидер Украины. А также добавил, что настоящая европейская сила в объединении разных наций и ценностей. Все вместе мы должны и дальше умножать эту силу, заботясь о защите жизни и общих ценностей на нашем континенте. Делать все, чтобы передать детям по наследству всю нашу Европу. Мирную, объединенную ту, в которой действительно хочется жить, и которую не сломать ни Гитлеру, ни Путину. Они способны украсть у Европы годы мира, но не нашу общую судьбу. Судьбу тех, кто побеждает зло, защищает жизнь и ценит мир. Владимир Зеленский, президент Украины. С неанонсированным визитом в Украину прибыла президент Европейского парламента Роберто Мецола. Снова в стране отважных в Киеве в День Европы. Так политик прокомментировала свой приезд. На столичном железнодорожном вокзале гостью встречал спикер Верховной Рады. Руслан Стефанчук поблагодарил главу Европарламента за неизменную поддержку Украины. Европарламент всегда имел сильный голос, когда речь шла о создании международной коалиции в поддержку нашей борьбы за свободу и европейские ценности. Когда речь шла о поставках оружия в Украину и усилении санкционного давления на Россию. И Украина будет всегда это ценить. Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады Украины в соцсети ИКС. Украина сможет остановить наступление российской армии в случае усиления поставок вооружения от западных партнеров, заявил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Европейского парламента. Президент Украины подчеркнул, что Киев ежедневно делится с союзниками разведданными и укрепляет границу как на востоке, так и на севере страны. Поэтому никто из партнеров не сможет сказать, что не осведомлен о ситуации на поле боя и в Украине в целом. Украина нуждается в дальнейшей поддержке, оборонной поддержке, которая способна сорвать российский план реванша на этот год. План их наступления, позиция Европарламента и дальше будет важной для всех наших договоренностей в Европе по обороне и общей силе. Мы нуждаемся и в дальнейшей принципиальной политической поддержке, как Украины, так и проекта Единой Европы, Единого Европейского Союза. Мы в Украине выполнили все необходимые условия, чтобы уже в этом июне, как и договаривались, была утверждена переговорная рамка и фактически реально начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Также важно, чтобы и для других народов, которые заслуживают быть Евросоюзе, чтобы европейское единение действительно работало, чтобы они тоже реализовали свой кандидатский статус. В свою очередь, Роберто Мецол отметила, что в Европарламенте четко понимают, что Украине как можно быстрее нужны боеприпасы и системы ПВО, а также финансовая поддержка. Именно поэтому евродепутаты поддержали решение выделить 50 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility. Кроме этого, в Европейском парламенте надеются, что предстоящий саммит мира в Швейцарии принесет реальные результаты, в том числе усиление давления на страну агрессора. В наших возможностях усилить давление на страну агрессора, Европейский парламент продолжит призывать принимать новые санкции против России. 14-й пакет санкций, мы надеемся, что он в скором времени будет принят. Мы также повышаем тарифы на российские и белорусские товары сельского хозяйства, и мы готовы использовать доходы от замороженных активов России для Украины. Также переговоры о вступлении должны начаться как можно быстрее. И я с оптимизмом ожидаю, что переговорная рамка будет принята странами-членами ЕС в июне. Европейский парламент будет помогать Украине всеми возможными способами двигаться вперед по европейскому пути. В день Европы государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подчеркнул важность партнерства США и ЕС, которое помогает Украине в борьбе против российской агрессии. Дипломат также подчеркнул, что поддержка Киева остается неизменной. Содействовать украинской победе всячески будет и Германия, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус на встрече со своим американским коллегой Ллойдом Остином в Пентагоне и подчеркнул, что Берлин совместно с Вашингтоном передаст Киеву дополнительные системы залпового огня «Хаймерс». Германия и Соединенные Штаты не только разделяют ценности свободы и демократии, как Вы подчеркнули, но и вместе со всеми нашими союзниками несут ответственность за безопасность и защиту Евроатлантики. Мы берем на себя больше ответственности и вместе с другими союзниками по НАТО существенно увеличиваем наши инвестиции в оборону. Германия является вторым по величине донором военной помощи Украине. Мы выделили Украине 7 миллиардов 700 миллионов долларов только на 2024 год. Германия предоставила Украине критически важные системы ПВО и артиллерию. И мы продолжим наше тесное партнерство, чтобы гарантировать, что Украина получит возможности, необходимые ей для успеха на поле боя. Два человека погибли и еще восемь ранены. Российские военные снова обстреляли Никополь в Днепропетровской области. Огонь по городу захватчики вели из артиллерии. Повреждены 25 частных домов и 8 многоквартирных. Кроме этого, взрывной волной зацепило магазин, торговые павильоны, линии электропередач и газопровод. Также россияне из артиллерии атаковали Купенск, это уже Харьковская область. Ранение получила местная жительница. Еще один пострадавший скончался в больнице от взрывной травмы. Прокуроры и следователи полиции собрали доказательства и задокументировали последствия очередного военного преступления России. Украина и Германия подписали соглашение о гранте для проекта повышения эффективности передачи электроэнергии. Он предусматривает финансирование на 45 миллионов евро. На эти деньги планируют расширить украинские электросети, подготовить квалифицированных работников и восстановить гражданские объекты. Соглашение подписано по итогам встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко и министра развития Германии Свеньи Шульце. Визит последний в Киев также связан с подготовкой к крупной конференции по восстановлению Украины, которая 11 июня начнется в Берлине. Ожидается, что участников будет около полутора тысяч, включая глав государств и правительств. Этот контракт – часть большого энергетического пакета, который немецкое министерство энергетики и защиты климата предоставляет Украине с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Этот пакет очень гибкий и он очень нужен, поскольку никто не знает, что именно и в какой степени будет повреждено. Поэтому с этим пакетом Украина сможет восстанавливать, защищать, модернизировать сеть передачи электроэнергии и подстанции, обучать работников энергопредприятий. Украинерго постоянно находится под атаками врага. Они не остановятся, мы это понимаем. Это лишь часть той помощи, которая уже была предоставлена немецкой стороной, в частности немецким банком развития. И она сегодня только для Украинерго достигает 177 миллионов евро. Также известно, что Великобритания внесет дополнительные 23 миллиона евро в фонд поддержки энергетики Украины. Средства направят на восстановление поврежденной энергосистемы, в частности на закупку оборудования для ремонта, усиление физической защиты энергообъектов и обеспечение резервного питания. Об этом сообщили в Украинском министерстве энергетики и отметили, что деньги от очередного гранта Соединенного Королевства поступят на счет фонда уже в ближайшее время. Восстановление разрушенных Россией территорий и евроинтеграцию Украины обговорили в Киеве на международном саммите городов и регионов. По информации заместителя главы офиса президента Алексея Кулебе, в нем приняли участие десятки иностранных делегатов из 18 стран Европы и Соединенных Штатов. Какие решения были приняты на встрече, Никита Скобликов расскажет. Более сотни иностранных делегатов из Европы и США прибыли в Киев для участия во втором международном саммите городов и регионов. Среди них президент Европейского парламента Роберто Мицоа. Со вступительной речью на международном саммите выступил президент Украины Владимир Зеленский. Я прошу вас в дальнейшем наращивать сотрудничество между всеми нами в Европе, между нашими странами, нашими общинами. В частности, в таком формате уже второго саммита наших общин. Можно так сказать, в формате горизонтальных связей с партнерами Европы, в том числе также с Соединенными Штатами Америки. Дух Европы живет в каждом городе Украины и Евросоюз обязательно поможет восстановить разрушенные России территории Украины. Об этом во время международного саммита заявила президент Европейского парламента Роберто Мицоа. Она также выразила уверенность в европейском будущем Украины. Я подхожу к будущему Украины как члену Европейского Союза. Это то обещание, которое мы дали в прошлом декабре. Это обещание, над которым работал Европейский парламент с первых дней. Это обещание, которое мы обязательно сдержим. Путь к вступлению, безусловно, будет сложным. И украинский путь во многом уникален, поскольку нужно учитывать неотложность восстановления украинской инфраструктуры, экономики. Европейский парламент и Евросоюз будут готовы помогать. По итогам международного саммита Украина подписала с партнерами договоры по восстановлению городов, а также по оказанию медицинской помощи. Четыре кластерных медицинских пакета, договоры между Киевской областью и штатом Вашингтон, также со штатом Юта. Есть пример Австрии и Запорожья, Ивано-Франковской области. Очень расширенная география. Есть меморандумы, рамочные соглашения, определенная реализация которых только начинается. Один из этих меморандумов был подписан между Минэкономики Украины и ООН. По словам министра экономики Юлии Свириденко, договоренность позволит местному бизнесу получить доступ к международным финансам. Этот меморандум превратится в конкретные проекты, которые будем реализовывать вместе с партнерами для усиления устойчивости местных общин и, как следствие, для усиления их экономической самодостаточности. Мы будем строить дома для пожилых людей, дома которых были уничтожены. Мы хотим, чтобы в зоны, обожженные войной, пришли новые возможности, включая лучшее жилье. Мы очень ценим надлежащую политическую, административную деятельность с неподкупностью и честностью. Помогает Украине восстановиться от российской агрессии не только международное сообщество, но и просто неравнодушные люди. За деньги американского инвестора благотворительных программ построен модульный городок и реабилитационный центр в Киевской области. Мы надеемся, что меморандум даст новый толчок украинским инициативам, больше возможностей для создания рабочих мест и будет содействовать усилиям по развитию. Напомню, первый международный саммит городов и регионов состоялся весной 2023 года. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, за год успели заключить более 1600 партнерских соглашений, больше всего с общинами и регионами Польши и Германии. И к другим важным событиям. Швеция выделила еще 28 миллионов евро на поддержку оборонного потенциала Украины. Как сообщает пресс-служба правительства Королевства, 10 миллионов пойдут на фонд НАТО для Украины, столько же на коалицию дронов, 5 миллионов на разминирование и еще три на обеспечение безопасных перевозок в Черном море. Первую партию артиллерийских снарядов, которые партнеры приобрели для Украины в рамках инициативы Праги, ВСУ получат уже в июне. Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD рассказал президент Чехии Петер Павел. Он подчеркнул, что речь идет предварительно о 180 тысячах боеприпасов. С начала полномасштабного вторжения Украина столкнулась с чрезвычайными трудностями и продемонстрировала незаурядную стойкость. Россия намного сильнее Украины, а Запад поддерживает Украину технически и финансово. Мы не можем поддерживать Украину финансами, но мы можем предоставить технологии, боеприпасы, вооружение, советы, разведку, рабочую силу. Украинские защитники ликвидировали одним выстрелом из БМП «Брэдли» очередной российский танк. Подробнее об этом, а также общей ситуации на передовой далее в сводке Генерального штаба ВСУ. Силы обороны Украины удерживают плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области. За сутки ВСУ отбили две атаки российских оккупантов, сообщает вечерняя сводка Генштаб Вооруженных сил Украины. На Купинском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Синьковки Харьковской области. И из Тельмаховки Луганской области. Противник также пытался совершать наступательные действия в районах Верхнекаменского, Ивановского, Клещиевки, Уманского и Нетайлова Донецкой области. Также россияне пытаются штурмовать Красногоровку. Противник не оставляет попыток штурмовать Красногоровку небольшими штурмовыми группами. Иногда одиночные группы пытаются штурмовать восточные окраины Красногоровки на бронетехнике. Но в большинстве случаев это пешие или на мотоциклах маломобильные группы. Наши защитники огнем артиллерии и минометов пресекают все попытки врага зайти в город. Назар Волошин, спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица, в эфире марафона «Еды не новыны». На Лиманском направлении российские оккупанты безуспешно пытаются прорвать линию обороны в районе населенных пунктов Терны и Невская, чтобы дальше выйти на Лиман. Ситуация достаточно напряженная уже долгое время. Больше месяца россияне пытаются здесь штурмовать. Они сейчас продвигаются малыми пехотными группами по 5-10 человек. Пытаются запрыгнуть в наши окопы, забросать гранатами, как-то захватить позиции. У них ничего не получается, даже наоборот. Есть успехи с нашей стороны. Наши штурмовые группы продвигаются вперед и выбивают российских оккупантов из их окопов. Станислав Краснов, командир взвода 95-й отдельной десанта штурмовой бригады ВСУ. В эфире марафона «Еды не новыны». Всего за сутки на передовой произошло 76 боевых столкновений. Так, на Купинском направлении украинские защитники ликвидировали скопление живой силы российских военных. А бойцы 47-й бригады на БМП «Брэдли» уничтожили очередной танк оккупантов. Одним выстрелом. Украинские воины 40-й бригады показали, как отбили штурм россиян снарядами дистанционного минирования. А силы обороны юга Украины показали охоту на технику армии РФ. Наши противники решили эвакуировать подбитую, но не уничтоженную свою технику. Россияне хотели вытянуть ее на буксире. Наша аэроразведка обнаружила эту вражескую технику. И моему дрону удалось пройти вражеский рэп и удачно выполнить боевое задание. Уничтожить цель с первого раза одним дронам. Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения уже превысили 478 тысяч человек. За сутки были уничтожены 1300 солдат, 11 танков, 23 артиллерийские системы, 35 боевых бронированных машин и десятки единиц другой техники россиян. В Литве провели учения и впервые запустили ракеты из реактивных систем залпового огня «Хаймерс». Министр обороны Лаурина Скащунас назвал эти маневры важным сдерживающим фактором для России. А также отметил, что это часть крупнейших учений НАТО со времен Холодной войны. Думаю, что это фактор, который также демонстрирует некоторые позитивные изменения в понимании того, что бездействие не является деэскалацией. Как раз напротив, Восток может понять это как возможность действовать. Несколько ракет «Хаймерс» мы выпустили с полигона в Каиреи на 15 километров Балтийское море. Я считаю, что это важный сдерживающий фактор для России, который показывает нашу боевую мощь и боевую мощь всего НАТО. Лаурина Скащунас, министр обороны Литвы. Поддержка Литвы и Украины является примером для Европы и вдохновением для европейцев. Об этом заявила президент Еврокомиссии во время визита в Вильнюс. Урсула фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром и президентом Литвы, а также выступила в Сейме страны. Вы открыли свои дома для тысяч беженцев и предоставили им полный доступ к своей экономике. Вы собрали средства и купили беспилотники и радары для украинских вооруженных сил. И пропорционально своему ВВП Литва является одним из крупнейших доноров Украины в мире. Вы стали примером для Европы. Сегодня вы являетесь настоящим вдохновением для всех европейцев. Руководители таможенных служб Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Финляндии во время встречи в Вильнюсе подписали соглашение о применении единых мер контроля для выполнения санкций против России. На таможнях будут более тщательно проверять товары, подпадающие под экспортные запреты и ограничения. Кроме этого, необходимо будет также предоставить документы, которые исключают возможность попадания товаров в Россию. Напомню, в январе этого года руководители таможенных служб Балтийских стран уже согласовали действия о единых мерах контроля над санкциями. Сегодня этот региональный документ был расширен. Еврокомиссия направила в страны ЕС проект предложения 14-го пакета санкций в отношении России. Речь идет об ограничении на импорт газа, хотя полная эмбарго на поставки топлива в Европу пока не планируется. Также хотят запретить российское финансирование европейских политических партий, неправительственных организаций и СМИ. Подробнее в нашем материале. В декабре 2024 года истекает срок контракта между Украиной и Россией по транзиту газа. Еврокомиссарка Адри Симсон во время визита в Киев заявила, что Европа готовится к прекращению поставок газа с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Мы подумали о том, как Европейский Союз может выжить без российского газа. Это будет дорого нам стоить, но мы к этому готовы. Мы знали, что Россия не является надежным поставщиком. И все наши оценки рисков были разработаны таким образом, что один момент Европа может остаться без поставок российского газа. Комиссия также собирается наложить санкции на так называемый теневой флот России, который продолжает перевозить российскую нефть, несмотря на ограничения ЕС. Судам запретят заходить в европейские порты, а тем, которые хотя бы на четверть принадлежат россиянам, не позволят работать в ЕС. На импорт алюминия в проекте запрета нет, но на импорт гелия есть. Обсуждаемые меры включают запрет на импорт российского гелия, ужесточение экспортных ограничений на марганцевую руду и другие редкоземельные компоненты, а также запрет на доступ в порт примерно 11 морских судов, подозреваемых в содействии военным действиям России. Из публикации издания Bloomberg. Как сообщает польское радио, в пакете говорится о запрете перевалки российского СПГ в европейских портах, откуда он затем отправляется по всему миру. Лидерами здесь являются Бельгия и ее порт Зебрюге. Введение таких санкций понесет дополнительный удар по российской цепочке поставок СПГ и будущим доходам таких проектов, как «Артик СПГ-2», СПГ-терминал ОСТ «Луга» и завод «Мурманские». Уже сейчас можно увидеть, как сокращаются возможности Российской Федерации по закупке и заказу таких судов газовозов. Южнокорейские компании уже отказались от поставок, а кто, собственно говоря, еще производит такие суда, выпускает такие суда. Да, там несколько вообще компаний в мире. И те проекты, которые с такой помпой открывались в Российской Федерации, например, там «Ямал СПГ» или «Арктик СПГ-2», то их, наверное, в пору уже закрывать. Что касается новых газовых проектов, которые в настоящее время Россия реализует при содействии Китая, то они не помогут укрепиться на газовом рынке, а наоборот, вводят Россию в зависимость от КНР. «В Российской Федерации не осознают ту зависимость, в которую год за годом Россия попадает от Китая. И не исключено, что нужно будет расплачиваться за эти самые дешевые кредиты на постройку неработающих проектов, неработающих технологических линий. Я думаю, нужно будет расплачиваться землей». Также Евросоюз готовит отключение Москвы от российского аналога «Свифт», который принадлежит Банку России. Об этом сообщает «Блумберг». Кроме того, планируются дополнительные санкции против транспортных компаний, которые находятся в собственности российских структур более чем на 25%. По торговое ограничение попадет и полсотни компаний за пределами Евросоюза. Они помогают России избежать санкции и в обход поставляют западные товары. Ранее сообщалось, что ограничения коснутся компаний из Китая, Гонконга, Турции и Кыргызстана. Также в ЕС будет запрещено финансирование России политических партий и фондов, неправительственных организаций и исследовательских центров. Президентом Северной Македонии впервые станет женщина Гордона Селяновская-Довкова. 70-летняя профессор права и представительница оппозиционных сил получила почти 65% голосов избирателей во втором туре президентских выборов. Как сообщает Associated Press, социал-демократы уже признали поражение после 7 лет пребывания у власти, а нынешний лидер партии объявил об уходе в отставку. Лидер Китая Си Цзиньпин продолжает свое европейское турне. После визитов во Францию и Сербию он прибыл в Венгрию. В Будапеште уже состоялась встреча с президентом Тамошем Шуйком, а также с премьер-министром Виктором Орбаном. Одна из тем переговоров – война России против Украины. Ранее в Белграде Си Цзиньпин встретился с сербским лидером Александром Вучичем, а во Франции – с Эммануэлем Макроном и лидерами ЕС. Участники переговоров с европейской стороны отметили, что убеждали лидера Китая повлиять на Путина с целью скорейшего завершения войны в Украине. Украина и Ирландия договорились начать работу над соглашением по безопасности. Об этом заявил президент Украины по итогам телефонных переговоров с ирландским премьер-министром Саймоном Харрисом. Глава правительства Ирландии также подтвердил свое участие в саммите мира. Кроме этого, лидеры государств обсудили дальнейшее сотрудничество в области гуманитарного разминирования Украины. В Харьковской области саперы международной организации «Хала Траст» разминировали 120 тысяч квадратных метров сразу в двух прифронтовых районах региона. В непосредственной близости от границы страны-агрессора. Отныне эта территория считается чистой отмин. Как проходила церемония передачи земель общине и безопасна ли теперь там? В репортаже Натальи Белокудри. Ну вот зайдите, посмотрите. Вот такая у меня рыба. Вот моя рыба. Житель села Печенеги Александр показывает свой утренний лов. Несколько штук рыбу ловят в местной реке на свой страх и риск, так как россияне успели заминировать подступы к воде в той части села, которая попала под оккупацию. Пенсионер говорит, мин было очень много. Я на одной стоял вот так вот, каталась она. Я на одной стоял вот так вот, каталась она. Она на камне лежала. Я стал. Она же в траве, а я под ноги не глянул. Разминировали же вроде. Я давай везде лазить. Стал, а она качается. Ну я палочку поставил. Александр также живет в Печенегах. С началом войны он потерял свой бизнес, которым занимался 20 лет. Предприниматель брал в аренду землю на берегу водохранилища и развивал туризм. Сделал зону отдыха. Летом сюда съезжались загорать и купаться жители Харькова и области. После того, как сегодня доокупировали, в лес ходить запретили. Доминерам Халатраст понадобился год, чтобы полностью обследовать эту зону и очистить лес и пляж от мин и растяжек. Но все равно опасность остается. Люди могут приезжать, отдыхать, но в воду не советую заходить. Более того, мы будем запрещать. Установим запрет, чтобы люди не подходили к воде. Потому что у самого берега и вода – это очень опасное место сейчас. Владимир Фоменко – староста села Петровска. Это другая община Харьковской области. Населенный пункт находился на линии огня. И после освобождения местные жители также страдали от большого количества боеприпасов на их территории. Сейчас, я думаю, само село на 98% разминировано. Есть дворы, где люди еще не вернулись. У нас 50% еще не вернулись. Поэтому там не обследовано. А лес, река, поля уже обрабатываются. Фермеры обрабатывают. И сельхозпредприятия обрабатывают свои поля. Люди сажают свои огороды. Команды доминеров «Халатраст» работали в Петровском и Печенегах на шести локациях, общая площадь которых – 120 тысяч квадратных метров. По окончанию миссии решили сдать чистую территорию местным главам общин и подписать договор о выполненной работе. На церемонию подписания документов приехал Стивен Уоллес, руководитель работ «Халатраст» в восточных регионах Украины. Он рассказал, что в Харьковской области в миссии гуманитарного разминирования участвуют 250 человек. Проблема разминирования этого региона заключается в том, что в Харьковской области, кроме минных полей, например, противотанковых мин, есть также линии противопехотных мин. И здесь все пересекается, то есть на противотанковой мине может быть противопехотная и еще сверху растяжка. Здесь были достаточно ожесточенные бои между украинскими военными и оккупантами. И здесь можно найти что угодно – от артиллерийских, не разорвавшихся боеприпасов, до гранат и других взрывных устройств. В Харьковской областной военной администрации отметили, что «Халатраст» отличается тщательным подходом к работе. И это пока единственная из международных организаций, которая после разминирования отчиталась о своей работе. С момента деоккупации – это первый случай, когда именно гуманитарная организация, оператор противоминной деятельности, сдает свою работу в Харьковской области. Думаю, что те прогнозы на разминирование, которые нам давали о 700 тысячах лет, о миллионе лет, я думаю, что благодаря нашей работе, благодаря работе международных операторов, благодаря работе правительственных организаций, думаю, что этот срок будет гораздо меньше. И хочется еще при нашей жизни сказать – Харьковская область полностью разминирована. По словам Ивана Сокола, следующая церемония передачи «Доминерами за Халатраст», очищенная от боеприпасов земли в Харьковской области, состоится уже через несколько недель. Актуальные интервью, а также спецпроекты. Найти канал поможет в QR-код на ваших экранах. Анализировать важные события далее продолжат мои коллеги из «Марафона». Эфир буквально через минуту продолжат Сакен Аймурзаев и Наталья Сопет. Оставайтесь с Фридом и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok